Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Да, это средний танк и требовать от него, что у него будет броня от тяжа безусловно не стоит, но все-таки, ребят, обратите внимание, в верхнем бронелисте с учетом приведенной брони 184, ну приблизительно, там пускай 190. При этом всем нижний бронелист имеет 65 в прямой проекции и 107 приведенки, короче, шьется эта зараза в морду, ну прям налегке. Ну что касается башни, то здесь есть плюс-минус какая-то броня, особенно с учетом приведенки, но далеко не все очень круто и в целом пробивать могут, особенно если вы вот так вот как-то становитесь, то шьют вас, ну прям мама не горюй. Бортовать тоже не получится 220 единиц с учетом приведенки и только при очень крутом приведенном угле здесь у нас 400 единиц. Да, вот так действительно не пробьют, но когда вы вот так играете, то пробивают вот сюда и понятное дело, что спрятаться особо не получается. Что касательно подвижности, ребят, то к ней сейчас мы перейдем и для начала посмотрим цифры в отношении ДПМа, ну и прочего, что касается орудия. Как видите, на всех танчиках установлен досылатель и с этим досылателем мы имеем ДПМ в неполные 2100 единиц. Я бы сказал, что особо хвастаться нечем, потому что это один из худших показателей на уровне, хуже только Игл 7. При этом всем, ребят, мы если поставим на калиброванные снаряды, у нас еще хуже становится ДПМ, но становится плюс-минус божеское пробитие в 166 миллиметров, что позволяет машине становиться, ну не то чтобы одной из лучших, но по крайней мере приблизиться к этому показателю. Если же все-таки играть на досылателе, которого очень сильно не хватает, потому что даже с ним время перезарядки 8,5 секунд, то пробитие у нас прям, ну совсем средниковое, я бы сказал, приближающееся к уровню Плинтуса. В отношении сведения, ну тут нормально, все окей, цепляться особо не к чему, то же самое касается разброса, но все-таки есть огромное количество тачек, у которых разброс поинтереснее будет. По УВНам минус 6, и как вы видите, один из худших показателей на уровне. Да, в принципе, наверное, худший, потому что, как я знаю, минус 5 у нас есть только у КВ-13, но мало у кого есть сам КВ-13, поэтому по большому счету он среди средних танков, с которыми вы реально можете встретиться в боях, это худший показатель по углу склонения орудия. В отношении скорости 47 километров вперед, это вообще ни о чем, потому что если вы посмотрите на всю эту таблицу, то увидите, что опять-таки 42 километра в час имеет Игл 7 и 45 имеет Лео. У нас 47, поэтому, в принципе, можно сказать, что рядом лежали. При этом все наши соперники 50-55, 55-65, ну, короче говоря, существенно за 50. Ну, в общем, один-таки парадокс, а парадокс заключается в том, что если вы обратите внимание на процент по победам, то он составляет целых 55,5%. Это с учетом того, что играет на данной машине 392 человека за последнее время. Если вы посмотрите на другие машины, у которых показатели по орудию, по подвижности, по броне существенно лучше, они имеют гораздо меньшее количество игроков, которые баловали себя игрой на данных тачках, и процент по победам, который, ну, далек от идеала. Допустим, 51% на Игле 7, 328 человек, 392 человека, то есть там буквально на несколько человек больше, и 55,5%. Ну, не парадокс, мне кажется, что что-то здесь не так. И именно поэтому эту машину я очень хотел бы заиметь себе в ангар, в свою коллекцию для того, чтобы катать на основном аккаунте. Почему не собираюсь этого делать на данный момент? Точнее, не могу себе этого позволить. Потому что моя золотая копилка, в первую очередь, предназначена для того, чтобы снимать видео. То бишь, крутить рулетки, открывать контейнеры, делать для вас контент. Поскольку на CS-ку контент я могу сделать на своем пресс-аккаунте, то, соответственно, на основе покупать по ценнику, который я считаю неоправданным, я не вижу абсолютно никакого смысла. За 4000 брать себе CS, это глупо. Нормальная, оптимальная стоимость на машину в голом состоянии, по моему скромному мнению, хоть она и вроде бы потенциально очень крутая, составляет 3000 голды. Ну, пускай 3,5, но не 4 за голую машину, даже без открытого всего оборудования. Ну, а поскольку LT-432 есть, то, соответственно, приобретение набора за 9000, там, где этих машинки 2 с внешними видами иксами и подобными вещами, тоже, соответственно, будет абсурдным решением с моей стороны. Поэтому пока остаюсь без CS-52 Лис, хотя, как я понимаю, наверное, я делаю глупость, что не покупаю данную тачку в коллекцию. Ну что, поехали, покатаемся, посмотрим, чем она так крута. Ну что, ребят, давайте будем начинать, но, честно говоря, исходя из технических характеристик по танку, я слабо понимаю, каким образом начать его применять в бою, потому что подвижности у нас нет, далеко на передовую не полетишь. У нас нет абсолютно нормального угла склонения орудия вниз, соответственно, от горок нигде тоже нормально не поиграешь. В общем, не знаю, диво-дивное какое-то, но сейчас попытаюсь понять, каким образом на нем получают такое количество побед. Может, все благодаря тому, что игра как-то сама подкручивает или откручивает соперникам в случае, если Лис в игру заходит, мало ли. Может, действительно, есть, не знаю, какая-то льгота для него в игре в отношении того, чтобы он мог все-таки играться. Получаю в дыню. Логично. Выпечился вперед, отхватил. Слушайте, а точность-то довольно неплохая, даже несмотря на то, что разброс в целом, я бы сказал, по цифре далек от идеала. При этом всем, без полного сведения, я сейчас вполне себе нормально попадаю по сопернику и наношу ему урок. Неплохо, неплохо, удивительно. Ну да, брони, ребят, нет. Как вы видите, если посмотреть на башню, то вроде бы в самом забронированном месте по башне мы имеем с вами довольно-таки четкую отметину с пробитием. Да, дал маху я сейчас промахнулся по сопернику, потратил время, ну и, соответственно, потратили мы одну ПТ-шку, чтобы завалить этого товарища среднего типа. А вот здесь удивительно, 400 непробитием. Куда прилетело, прям загадка. При этом всем счет 2-2. И в целом пока шансы на победу у нас есть. Ну, ИС, будем рашить, правильно я понимаю? Ну давай, давай попытаемся зарашить. Главное, чтобы меня сейчас вместе с тобой не зарашили. Будет вообще по красоте. Вынесли. И мы потихоньку приближаемся к победе. Как? Как это происходит, я, честно говоря, понимаю не совсем. Но то, что мне нравится играть на этом танке, это однозначно. Определенного рода комфорт от боя у меня однозначно присутствует. То есть у меня нет такого ощущения, что я страдаю, что мне скучно, мне неинтересно. Да, сейчас, конечно, будем говорить откровенно, немножечко жим-жим, потому что я понимаю, что меня сейчас в любой момент могут слить, поскольку я шотный. Но при этом всем, не знаю, мне нравится. Вот сейчас чётко, чётко прочувствовал недостаток угла склонения орудия вниз. Мог ПТ-шку добрать, но для того, чтобы её выцелить, мне необходимо было прям совсем вперёд выехать. Ну и, соответственно, я бы просто либо не успел это сделать, как это сейчас произошло, либо получил бы в дыню от ИСа второго экранированного, гляди он на меня, а не на моих союзников. В общем, ребят, не знаю, загадка пока мною абсолютно полностью не раскрыта, и, скорее всего, раскрыта в ближайшее время-то и не будет, пока я не получу данную машину себе на основной аккаунт, и не уделю ей настолько много времени, чтобы либо похоронить теорию по поводу того, что это божественная тачка, либо для того, чтобы её подтвердить. На данный момент у меня исключительно позитивное впечатление от боя, в котором я провёл время. Мне лично всё понравилось. Слава богу, меня не кинуло к восьмёркам, потому что против восьмёрок я заходил, честно говоря, много раз, и там ты действительно отхватываешь и очень сильно. Но всё-таки против семёрок, а уж тем более шестёрок, играется, ну, в край комфортно. 2000 единиц урона, абсолютно не напрягаясь, приносят мне в отношении серебра неполных 50 тысяч с учётом прем-аккаунта. Ну, а если будем говорить без прем-аккаунта, то 28 косых. Я считаю, что это в целом довольно-таки неплохая цифра, с учётом того, что это семёрка из-за такой плёвый и абсолютно непотный бой. Пишите своё мнение по поводу данного танка. Я же хочу похвалить наших союзников за то, что составили мне компанию в этом бою. Показали себя просто великолепно, как союзники. Ну, а что касается соперников, считаю, что мои лайки – это проявление уважения к моим соперникам, которые проиграли, но достойно сражались. Ну, и этим тоже доставляли мне удовольствие в бою. Спасибо вам большое за просмотр. Жду от вас вашего мнения, почему CS52 Лис вот так уникально показывает себя в боях. Я пошёл снимать следующее видео специально для вас, а вам, друзья мои, искренне желаю мира и обязательно спокойствия. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok